Магнитола для BMW PF5278 с экраном 10 дюймов. Вот так оно у нас выглядит, полностью черный глянец, а также все штатные крепления, которые у нас здесь есть. Штатная рамка встает в штатное место по системе PIN-to-PIN и также подключаются провода. Здесь у нас есть лоток для SIM-карты, лоток для флеш-карты и кнопочка полного сброса. Сзади устройство выглядит у нас вот так. Пластиковые окантовочки, вот штатные крепления и также у нас фишка по питанию, фишка штатного LVDS, 4G-антенна и антенна GPS. Само устройство сделано с алюминиевого корпуса, что обеспечивает охлаждение устройства. Данное устройство на 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней, плюс есть комплектация на 4-64, то есть 4 ГБ оперативной, 64 ГБ внутренней. Немножечко слабее, но то же самое. Здесь у нас такая алюминиевая вставочка декоративная, очень красиво смотрится и будет смотреться в автомобиле лаконично и работать как по штату. Комплект проводов, который у нас идет в комплектации к магнитоле, это у нас главный провод по питанию, подключается pin-to-pin, то есть никаких подрезок, ничего нет, все по штатным проводам, по штатным пинам подключается, защелкивается и все. Также дополнительное оборудование на косе, это круговые обзоры, камеры, провода у нас обмотаны в текстильную изоленту, при монтаже, когда все это закроется, ничего не будет стучать, бренчать, мешаться и так далее. И опять же никаких изменений в проводке не будет, потому что по системе pin-to-pin все подключается. Следующий у нас в комплекте это кабель AUX. Следующая коса подключения дополнительного оборудования, лево-правые канальные аудиовыходы и два выхода для видеосигналов. Подключение флеш-карт и съемок жестких дисков для просмотра или прослушивания фильмов, музыки и так далее. Также у нас подключается здесь еще микрофон для громкой связи, для более лучшего звучания вашего голоса во время разговора. Две антенны у нас в комплекте идут. Это у нас GPS-антенны для определения местоположения у нас на навигации с точностью до метра. Устанавливается верхнюю часть автомобиля, правую стойку, верхнюю точку и ловит множество спутников и определяет вас по месту положения. И вот такая антенна у нас, 4G и Wi-Fi-антенна в одном-два, для приема сигнала мобильных сетей и точки доступа Wi-Fi. Запустили нашу магнитолу и нас встречает штатка. То есть, когда будет подключен к автомобилю, здесь у вас будет отображаться штатная информация, как и раньше, но при этом монитор теперь у вас на 10 дюймов и взаимодействие с Android-системой, то есть мы расширили спектр возможностей магнитола. Также все будет управляться на штатке с джойстиков, с кнопок мультируля, также вы можете с ней взаимодействовать, переход к Android-системе по касанию на тачскрин. Когда мы переходим, нас встречает вот такое меню, слева вы можете наблюдать вертикальную полоску серую и в ней приложение для быстрого доступа. Также на главном экране есть приложение для быстрого доступа, но они расположены на трех страницах. Раз, два, три. Давайте пойдем с третьей страницы. Здесь у нас электронная панель приборов, также можно поменять ее оттенок, то есть сменить стиль, и все будет показываться, как на вашей панели приборов. Аналоговая, только здесь в цифровом формате. Выходим обратно, здесь у нас переход в штатку, обратно к автомобильным функциям. Вот так у нас она отображается, и обратно переход к Android-системе. Здесь также у нас есть приложение Car, вот здесь видите. Оно также переходит в штатные функции. На второй страничке у нас здесь MP3-плеер для прослушивания музыки с устройства, которое здесь будет закачано, и просмотр видео. Также на устройстве или же на USB-флешкартах, или же на съемном диске. На первой страничке у нас подключение по Bluetooth. Подключение по Bluetooth – это громкая связь, прослушивание музыки, обмен контактами, и все возможные функции Bluetooth здесь реализованы. И самое первое приложение у нас навигация. Также эти две кнопочки взаимодействуют между собой, и по касанию открывается любая навигационная система, которую вы предпочитаете. Мы всегда устанавливаем Яндекс.Навигацию, потому что она никогда не подводит дороги, строит правильный маршрут. Также здесь на вертикальной панели у нас есть общие настройки автомобиля. Это настройки системы, навигации, системная информация, внутренние настройки Android. Еще на главной странице также у нас есть шторочка для меню быстрого доступа. Здесь у нас подключение Wi-Fi, мобильные сети, настройки эквалайзера, скриншот и общие настройки. Ниже у нас приходят уведомления от разных приложений. Также это могут быть мессенджеры, которые сюда также можно установить. На главном экране здесь у нас фоновые приложения, которые можно закрывать или просто между ними переключаться. Отображение времени, дата и месяц у нас в углу отображается. Также можно просто отключить экран по касанию, и по касанию его включить. Здесь у нас переход кнопочка домой, то есть с меню выходим, и перейдем ко всем приложениям. Это у нас приложение Apps. Открывает все приложения, которые здесь у нас предустановлены. И также расширить список приложений можно при помощи программы Play Store. Вы в нее заходите, регистрируетесь или заходите под своим аккаунтом, скачиваете приложения, какие вам нужны, и тем самым расширяете возможности вашей магнитолы. Здесь у нас настройки Android системы, приложения Play Store, для того, чтобы скачивать на устройства разные программы. Google Maps у нас всегда предустановлен. Настройки эквалайзера очень такие обширные, то есть здесь у нас есть предустановленные пресеты, и также можно настроить по вашим предпочтениям нужные частоты. Настройки, так сказать, тонкие, и звучание будет прекрасное. Можно включить и отключить эту функцию. Далее у нас есть браузер Chrome для серфинга в интернете, также голосовой поиск, приложение Google для управления контактами и прочей взаимодействия, синхронизации. Также у нас есть файловый проводник для редактирования, удаления, переноса, копирования файлов, то есть здесь полный список всех возможностей, и все файлы здесь будут отображаться, так сказать, корневая папка всех файлов. Мануал по использованию на английском языке и GPS-тест, который показывает нам, сколько спутников нас видит, какие координаты. Вот такой набор приложений на штатном меню, так сказать. Ничего здесь не предустановлено, магнитола запускается первый раз, и мы вам показали все, что в ней есть. Также посмотрим, как он видео воспроизводит. Цветопередача очень хорошая, глазам приятно смотреть. Через телефон, конечно, эту картинку так не воспримете, но вот вживую я смотрю, очень симпатично видео идет, то есть приятно смотреть. Вот такая была сегодня у нас на обзоре магнитола. Если вам понравилось магнитола, понравилось видео, у вас остались какие-то вопросы по магнитоле, пишите в комментарии или звоните нашим менеджерам, уточняйте по наличию, по моделям, по комплектациям и всему остальному. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok